Всем привет! Сегодня я хочу поделиться рецептом вот такого яркого и вкусного салата. Это теплый салат с говядиной и овощами в китайском стиле. Салат получается очень вкусный, сытный, питательный. Ингредиенты для приготовления все доступные. Мясо изначально лучше отправить в морозильник на несколько минут, чтобы оно подморозилось, его легче потом будет нарезать. Сразу же делаю маринад для мяса. Беру столовую ложку кукурузного крахмала, добавляю столовую ложку соевого соуса и 2 столовые ложки воды. Тщательно перемешиваю вот так. С этим маринадом мясо получится очень мягкое, нежное и очень вкусное. Для этого салата мясо необходимо нарезать как можно тоньше соломкой. Это легче сделать, когда мясо чуть подморожено. Нарезаю вначале вот такими кусочками поперек волокон, а затем делаю соломку. Теперь заливаю мясо маринадом и хорошенько перемешиваю. Оставляю мясо так мариноваться минут на 30, но лучше оставить мясо на час, на полтора, тогда оно хорошо промаринуется и после жарки будет очень мягкое. Вот так и все отставляю в сторонку. Азиатские салаты характерны своей тонкой нарезкой соломкой, поэтому практически все овощи нарезаю также соломкой. Лук перьями вот так вдоль луковых колец. Морковь нарезаю вначале кольцами, а затем делаю соломку вот так. Вся шинковка очень кропотливая, но если вы захотите упростить себе этот процесс при помощи ножа для корейской моркови, я сразу скажу, что лучше так не делать, поскольку на терке овощи получаются очень тонкие и при обжарке они превратятся в кашу, особенно кабачок. Поэтому нарезать овощи лучше вручную и не супер тонко. Вместо кабачка можно взять, конечно же, цукини. Если нет ни того, ни другого, тогда возьмите огурец. Но огурец нарезайте уже вместе с помидорами. Соломкой нарезаю также сладкий перец и острый перец. Острого перца я взяла совсем чуть-чуть, но вы ориентируйтесь на свой вкус. Листья салата замачиваю в воде вот так. Так они быстрее очистятся и станут свежее. Теперь разогреваю хорошо сковородку. И первым буду обжаривать мясо. Вливаю растительное масло 2-3 столовые ложки. Мясо обжариваю вначале на сильном огне пару минут, чтобы оно схватилось. Затем уменьшаю огонь до минимума. Накрываю мясо крышкой и жарю минуток 5-7, время от времени помешивая. Затем добавляю измельченный чеснок и довожу мясо до готовности. В общей сложности на приготовление мяса уходит где-то 10-12 минут, не больше. Не пересушите мясо, иначе оно будет очень жесткое, как сухарики. Готовое мясо перекладываю в салатник. Затем убираю со сковороды пригарки, если они есть, и продолжаю жарить остальные овощи. Следующий идет лук. Жарю его до готовности, но не пересушивая его до вот такого состояния. И тоже выкладываю к мясу. Убираю со сковородки пригарки при помощи бумажной салфетки. Доливаю растительное масло и обжариваю морковь. До готовности, но не сильно, чтобы она мягкая была. До вот такого состояния и тоже перекладываю в салатник. Затем обжариваю сладкий перец вместе с острым перцем. Тоже до готовности выкладываю в салатник. И кабачки. Вот так. Делаю заправку для салата. У меня здесь столовая ложка устричного соуса. Вместо него можно взять обычный соевый соус. Добавляю сюда 3 столовые ложки кисло-сладкого соуса. Вместо кисло-сладкого соуса можно взять обычный кетчуп. Все перемешиваю и вливаю заправку в салат. И перемешиваю салат. Вот так, тщательно. Листья салата обсушиваю и разрываю на кусочки. Я здесь использую салат романа. Можно взять любую хрустящую зелень. Например, салат айсберг, фрезе. Либо вообще использовать пекинскую капусту. Помидоры черри разрезала пополам и добавляю в салат. Быстренько, аккуратно перемешиваю салат. И все, салат готов. Вот такой салат получился. Яркий, ароматный, очень аппетитный. Салат можно подавать в качестве закуски или как основное блюдо. Например, на ужин. Раскладываю по тарелкам. И посыпаю кунжутом. Теплый салат с говядиной в китайском стиле готов. Вот такой салат красивый и очень вкусный получился. Свежая хрустящая зелень прекрасно дополняет теплые овощи и мясо. Салат очень вкусный, питательный и полезный. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.